саляму алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по корану и сегодня сегодня я бы хотел сделать полный разбор суру аль-муззамиль до конца то есть точнее если сказать сегодня сделаю после подробный разбор последнего а это 20 а это как вы видите 20 аят суры аль-муззамиль он большой он длинный пол страницы можно сказать занимает вот и я хочу сказать что до этого до 19 а это я сделал подробный разбор суры аль-муззамиль кто желает ознакомиться можете зайти на мой youtube канал в плейлист коран и там найдете подробный разбор в первых 19 аятов этой суры сейчас как всегда прочитаю этот аят объясню какие правила содержатся в этом аяте потом этот аят по частям пол-три раза прочитаю и в самом конце один раз этот же аят прочитаю инша аллах прежде чем начать подробные объяснения подробный разбор этого аята хотел бы как всегда попросить всех вас дорогие друзья поставить лайк и оставлять свои комментарии под этим видео заранее всем спасибо аят большой как я уже сказал поэтому буду читать до остановки то есть до каждой остановки вот где значки остановки есть и сразу же буду объяснять какие правила содержатся рубили ими на счет он и роде им бисмиллахи рахмани рахи ин на раббака я аламу аннака тапу му аддена мин сулу сайил лейли ванисфа ху ватулу са ху ватулу са ху ватулу са ху ватулу са ху ватулу ифа леви на ма-рак аят начинается на букву алиф с хамзой и касро и касру произносим как мягкий звук и дали сайт буква но на она удваивается букву нун произносим удерживая фатху здесь нет я ним и на дали сайт бука робук ура произносим твердо так как над буквой ро сайда голосовка фатха фатха приобретает легкий оттенок о, то есть РО. Далее сеть бука БА, она удваивается с фатхой, фатху не тянем. РОББА. Далее сеть бука КАФ, она мягкая с фатхой, фатха приобретает легкий оттенок Я. Эту фатху тоже не тянем. РОББАКА. Далее сеть бука Я с фатхой Я. Далее сеть бука АЙН, гортанная с сукуном, получается Я. Далее сеть бука ЛАМ с фатхой, фатха приобретает легкий оттенок Я, то есть ЯЛА, не ЯЛА, а ЯЛА. Далее сеть бука МИМ с ДАММА, здесь ДАМУ не тянем и тут же идем дальше. ЯЛАМУ АННАКА. Далее сеть бука АЛИФ с ХАМЗАЙ и фатхой, фатху произносим как мягкий язык А. Далее сеть бука НУН, она удваивается, бука НУН произносим удерживая, фатху не тянем. АННА. Далее сеть бука КАФ, она мягкая с фатхой, фатха приобретает легкий оттенок Я, то есть АННАКА. Далее сеть бука ТА мягкая с фатхой, ТА. Далее сеть бука КАФ, она твердая с дамой, даму тянем в два шота, за счет буки ВАУ без огласовки, это МАТТОБИИ. ТАКУ. Далее сеть бука МИМ с дамой, здесь даму не тянем и тут же идем дальше. ТАКУМУ АДНА. Далее сеть бука АЛИФ с ХАМЗАЙ и ФАТХА, и фатху произносим как мягкий язык А. Далее сеть бука ДАЛ с СУКУНом, здесь правило КАЛКАЛА, в данном случае букву ДАЛЬ надо подчеркивать, для того чтобы подчеркнуть букву ДАЛЬ, как только букву ДАЛЬ произносим, язык тут же убираем, получается АД. Далее сеть бука НУН с ФАТХА, и фатху тянем в два шота, за счет АЛИФа МАКСУР и за счет подсказки прямой палочки, это МАТТОБИИ, получается АДНА. Далее сеть бука МИМ с КАСРАЙ, МИ, далее сеть бука НУН, здесь должен быть СУКУН, но СУКУН убрали, тем самым дает подсказку, что букву НУН не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква СА, здесь правило ИХФА, в данном случае букву НУН произносим скрыто, удерживая через нос, то есть вот так, МИМ СУЛЮ САИ. Далее сеть бука СА, СА, межзубная, эту букву надо правильно произносить, ДАМУН не тянем, СУ, СУ. Далее сеть бука ЛЯМС, ДАМА, здесь ДАМА приобретает оттенок Ю, СУЛЮ, то есть СУЛЮ, не СУЛЮ, а СУЛЮ. Далее сеть бука СА, опять же межзубная, ее надо также правильно произносить, ФАТХУН не тянем, СУЛЮ СА, СУЛЮ СА. Далее сеть бука Я с КАСРАЙ, здесь КАСРУН не тянем и тут же идем дальше. СУЛЮ САИЛЛАЙЛИ, СУЛЮ САИЛЛАЙЛИ, СУЛЮ САИЛЛАЙЛИ, СУЛЮ САИЛЛАЙЛИ. Теперь при переходе минуем, АЛИФ, АЛИФ не надо произносить сверху, подсказка есть. Здесь буква ЛЯМ удваивается, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть СУЛЮ САИЛЛА, НИЛЛА, АЛЛА, СУЛЮ САИЛЛА, Далее сеть бука Я с КАСРАЙ, СУКУНом, прошу прощения, СУЛЮ САИЛЛАЙ, Далее сеть бука ЛЯМ с КАСРАЙ, КАСРУ здесь не тянем и тут же идем дальше. СУЛЮ САИЛЛАЙЛИ, ВА НИСФАХУ, Далее сеть бука ВАУ, как всегда букву ВАУ произносим правильно, то есть мягко, в данном случае ФАТХУ не тянем, ВА, ВА. Далее сеть бука НУН с КАСРАЙ, НИ, Далее сеть бука САД, твердая СУКУНом, получается НИС, НИС, Далее сеть бука ФА с ФАТХАЙ, НИСФА, Далее сеть бука ХА, она мягко и на выдох произносится, Далее сеть бука ВАУ, как всегда букву ВАУ произносим правильно, то есть мягко, ФАТХУ здесь не тянем, ВА, ВА, Далее сеть бука СА, она межзубная, эту букву правильно произносим, СУ, СУ, Далее сеть бука ЛЯМС, ДАМА, здесь ДАМА приобретает оттенок Ю, то есть СУЛЮ, не СУЛЮ, а СУЛЮ. Далее сеть бука СА, она межзубная, с ФАТХАЙ, ФАТХУ здесь не тянем, СУЛЮ СА, Далее сеть бука ХА, она мягко и на выдох произносится, ДАМА тянем в два шота, за счет подсказки маленькой буквы ВАУ, это МАТТОБИИ, получается ВА, СУЛЮ САХУ, ВА, СУЛЮ САХУ, Далее сеть бука ВАУ, как всегда букву ВАУ произносим правильно, то есть мягко, в данном случае ФАТХУ не тянем, ВА, Далее сеть бука ТО, ТО, она твердая, ФАТХА здесь приобретает оттенок О, и эту же ФАТХУ тянем в четыре шота или четыре раза, это МАДМУТТАСИЛЬ, вот слово ТО и ФАТУМ, в одном слове, как мы видим, после Алифа без огласок стоит ХАМЗА, поэтому это МАДМУТТАСИЛЬ, здесь, соответственно, читаем ВА, ТО, И, ФАТУМ, теперь Далее сеть ХАМЗА, там, где видим ХАМЗУ, просто произносим огласовку, в данном случае КАСРУ произносим как мягкий язык И, ВА, ТО, И, Далее сеть бука ФА с ФАТХАЙ, ВА, ТО, И, ФА, Далее сеть бука ТАМАРБУТАС, ТАНВИНОМ ДАМА, то есть должно быть на самом деле ТО и ФАТУН, но когда вы увидите вот такую ТАНВИН ДАМУ, то есть когда две ДАМЫ стоят одинаково, это уже говорит о том, что ТАНВИН ДАМУ не надо произносить четко, смотрим на следующую букву, это буква МИМ, в данном случае звук Н в ТАНВИНе превратится в букву МИМ, за счет, что буква МИМ удваивается, и букву МИМ произносим удерживая, это ИДАМ с ГУННОЙ, Получается, ВА, ТО, И, ФА, ТУМ, МИНАЛЛАЗИНА, теперь после удвоенной буквы МИМ, сеть буква НУН с ФАТХАЙ, здесь ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и тут же идем дальше, МИНАЛЛАЗИНА, теперь при переходе МИНУИМ, ОЛИФ, ОЛИФ не надо произносить сверху, подсказка есть, здесь буква ЛАМ произносится, она удваивается, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть МИНАЛЛА, не МИНАЛЛА, а МИНАЛЛА, ДАЛЛА, 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 она межзубная, и ее надо правильно произносить, КАСРУ, под буквой ДАЛЛ, тянем в два шута, и там оттобии, МИНАЛЛАЗИИ, ДАЛЛАЗИИ, 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 НУН с ФАТХАЙ, здесь ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и тут же идем дальше, МИНАЛЛАЗИИНА, МААК, Теперь дали сайт буква МИМ с ФАТХАЙ, МА, дали сайт буква АЙНА, она гортанная с ФАТХА, и ФАТХУ произносим как гортан язык А, А, МАА, МАА, Теперь здесь МААК, но при остановке, вот этот значок говорит о том, что мы имеем право останавливаться, При остановке у буквы КАФ исчезнет ФАТХА, появится СУКУН, и в таком случае читаем МААК, но если вы решили не останавливаться, дорогие друзья, тогда букву КАФ с ФАТХАЙ произносите, ФАТХА приобретает легкий оттенок Я, эту ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и тут же идем дальше, то есть МААК, ВАЛЛАЗИИ, КАДДИРУ, и так далее, но лучше останавливаться, теперь дальше, вот здесь, до суда прочитаю, Здесь буква ВАУ, как всегда произносим правильно, то есть мягко, ВА, в данном случае ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и тут же идем дальше, ВАЛЛАЗИИ, ВАЛЛАЗИИ, теперь при переходе сюда МИНУЕМ, АЛИФ, АЛИФ не надо произносить, сверху подсказка есть, Здесь, в слове Аллах, буква ЛАМ произносится твердо, так как перед именем Аллах стоит огласовка ФАТХА, Здесь теперь ФАТХУ над буквой ЛАМ, в слове Аллах, тянем в два шота, как всегда, это МАТТОБИИ, то есть ВАЛЛАЗИИ, НИ ВАЛЛАХУ, АЛИФ, 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 А РА, БУКУ РА произносим твёрдо, так как над буквой РО садя голосовка ДАМА, здесь ДАМУ не тянем. Теперь при переходе сюда минуем ОЛИФ, ОЛИФ не надо произносить сверху, подсказка есть. Здесь буква ЛАМ удваивается, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть ЮКОДДИРУЛЛА, не ЮКОДДИРУЛЛЛАЙЛА, ЮКОДДИРУЛЛЛАЙЛА. Далее садь буква Я с СУКУНОМ, ЮКОДДИРУЛЛЛАЙ, далее садь буква ЛАМ с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, эту ФАТХУ не тянем, и тут же идём дальше. ЮКОДДИРУЛЛЛАЙЛА ВАННАХАР. Далее садь буква ВАУ, как всегда буква ВАУ произносим правильно, то есть мягко. В данном случае ФАТХУ не тянем, и тут же идём дальше. Теперь при переходе к следующему слову минуем ОЛИФ, ОЛИФ не надо произносить. Сверху подсказка есть. Здесь буква ЛАМ тоже не произносится, так как над буквой ЛАМ не стоит СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква НУН, она солнечная буква. Теперь буква НУН удваивается за счёт того, что мы букву ЛАМ здесь не произносим. Вот как мы видим, над буквой НУН стоит ТАЖДИТ ИЛИШАДДА, это знак удвоения. Теперь, когда буква НУН удваивается, букву НУН произносим удерживая, то есть УАННА. Теперь, далее сеть буква ХА, она мягкая и на выдохе произносится. Теперь здесь ВАННАХАРО написано. Но если мы решим останавливаться, а мы имеем право останавливаться, потому что здесь наш значок остановки есть, тогда у буквы РО исчезнет ФАТХА, появится СУКУН. В таком случае ФАТХУ над буквой ХА мы имеем право тянуть четыре раза, будет МАД-АРИД, то есть УАННАХАРО. Вот так. Но если вы решили не останавливаться, тогда ФАТХУ над буквой ХА тянете всего в два шута. За счёт АЛИФА без огласовки будет МАД-ТОБИИ. Тут буква РО произносит твёрдость ФАТХА, и ФАТХА приобретает лёгкий оттенок. О, ФАТХУ не тянем, и идём дальше. УАННАХАРО АЛИМА АЛЛАНГ и так далее. Но лучше останавливаться. Ещё хочу сказать, что когда останавливаемся, у буквы РО, как я сказал, появится СУКУН, учитывая то, что буква РО с СУКУНом опередней ФАТХА, буква РО произносим твёрдо, то есть УАННАХАРО. Если вы решили продолжить, всё равно буква РО тоже произносите твёрдо, но лучше останавливаться. Теперь дальше идём. Сначала прочитаю отсюда, вот досюда. АЛИМА АЛЛАНГ ТУХСУХУ ФАТАБА АЛАЙКУМ Здесь буква РО, она гортанная. ФАТХУ произносим как гортанный язык А. А, ФАТХУ не тянем. Далее следует буква ЛЯМС КАСРА, и КАСРУ здесь не тянем. АЛИ. Далее следует буква МИМС ФАТХА и ФАТХУ опять же не тянем. Получается АЛИМА. АЛИМА. АЛИМА АЛЛАНГ. Далее следует буква АЛИМС ХАМЗА и ФАТХА. И ФАТХУ произносим как мягкий язык А. Далее следует буква НУН. Здесь должен быть СУКУН, но СУКУН убрали. Тем самым дают подсказку, что буква НУН не надо здесь произносить. Здесь не надо произносить чётко, скажем так. Здесь смотрим на следующую букву, это буква ЛЯМ. В данном случае буква НУН превратится в букву ЛЯМ, за счёт чего буква ЛЯМ удваивается. Это ИДГАМ без ГУННЫ. То есть АЛЛАНГ. АЛЛАНГ. Теперь ФАТХА над буквой ЛЯМ приобретает оттенок Я. То есть АЛЛАНГ. Не АЛЛАНГ. АЛЛАНГ. Далее следует буква НУН. В данном случае букву НУН произносим скрыто, удерживая через нос. Это правило ИХФА. Получается АЛЛАНГ. ТУХ. СУХУ. Далее следует буква ТА. Она мягкая с даммой. ТУ. Далее следует буква ХА. ХА. Гортанная, но не хриплая. С СУКУНом. Получается ТУХ. Не ТУХ, а ТУХ. ТУХ. Далее следует буква СОД. Она твёрдая с даммой. Да, мы тянем в два шёта за счёт буквы ИВАУ без огласовки. Это МАТТОБИЮ. ТУХ. СУ. ТУХ. СУ. Далее следует буква ХА. Она мягкая на выдых произносится. Здесь даммой не тянем. И идём дальше. ТУХ. СУ. ХУ. ТУХ. СУ. ХУ. ФАТА. БААЛАЙКУМ. Далее следует буква ФА. С ФАТХА. Здесь ФАТХУ не тянем. ФА. Далее следует буква ТА. Она мягкая с ФАТХА. Здесь ФАТХУ уже тянем в два шёта за счёт алифа без огласовок. Это МАТТОБИЮ. ФАТА. Далее следует буква БА с ФАТХА. Здесь ФАТХУ не тянем. И тут же идём дальше. ФАТА. БААЛАЙКУМ. Далее следует буква АЙНА. Она гортанная с ФАТХА. Здесь ФАТХУ произносим как гортанный звук А. А. Далее следует буква ЛАМ с ФАТХА. Здесь ФАТХА приобретает оттенок Я. То есть АЛА. АЛА. Далее следует буква Я с СУКУНом. АЛАЙИ. Далее следует буква КАФ мягкая с ДАММАЙ. АЛАЙИ КУ. Далее следует буква МИМ. Наличие СУКУНА над буквой МИМ уже говорит о том, что букву МИМ произносим чётко. Смотрим на следующую букву. Это буква ФА. Это ИЗГАР ШАФАУЯ. Здесь хочу сказать, дорогие друзья. Хоть мы остановимся. Хоть мы не остановимся. Прошу прощения. Хоть мы остановимся. Хоть мы не остановимся. Буква МИМ в любом случае надо произносить чётко. То есть если останавливаемся, читаем АЛАЙКУМ. Вот так. Если не останавливаемся, читаем АЛАЙКУМ ФАКУРАУ. И продолжаем тут же. Но лучше останавливаться. Теперь здесь прочитаю вот досюда. АЛАЙКУМ ФАКУРАУ МАТАЯССАРО МИНАЛЬКУРААН. Здесь буква ФА с ФАТХАЙ. Здесь ФАТХУ НИЕ ТЯНИМ. И тут же переходим сюда. К следующему слову. Здесь на самом деле два слова. ФА это отдельно. И КУРАУ отдельно. Но когда ФА есть, здесь у буквы АЛИВ ИИ сливается. Получается ФАКУРАУ. Теперь при переходе АЛИВ не произносится. Здесь подсказка есть. ФАКУ. Читаем здесь букву КОФ с СУКУНом. И букву КОФ подчеркиваем. Это правило КАЛКАЛА. Так как над буквой КОФ стоит СУКУН. Получается ФАКУ. Далее стоит буква РА. Букву РА произносим твердо. Так как над буквой РА сойдет голосовка ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О. То есть ФАКУРА. Далее стоит ХАМЗА. Там где ХАМЗУ видим, просто произносим огласовку. В данном случае ДАММУ. Произносим как мягкий язык У. И эту же ДАММУ тянем в два шота за счет буквы ВАУ. Без огласовки это МАТТОБИИ. ФАКУРАУ. Теперь над АЛИВ стоит вот такой значок. Этот значок говорит о том, что буква АЛИВ в данном случае она нужна только для правописания. То есть эту букву АЛИВ мы никак не произносим, не читаем. Еще раз подчеркну. Она, это буква АЛИВ, она нужна только для правописания. ФАКУРАУ МА. Далее стоит буква МИМ с ФАТХА. И ФАТХУ тянем в два шота за счет АЛИВа без огласовок. Это МАТТОБИИ. МА. Далее стоит буква ТА мягкая с ФАТХА. ФАТХУ не тянем. ТА. Далее стоит буква Я с ФАТХА. И ФАТХУ тоже не тянем. ТАЯ. Далее стоит буква СИН. Она мягкая, удваивается. ФАТХУ здесь тоже не тянем. ТАЯССА. Далее стоит буква РА с ФАТХА. И буква РА произносим твердо. ФАТХА приобретает оттенок О. Эту ФАТХУ тоже не тянем. И здесь, дорогие друзья, четыре ФАТХУ идут подряд. И ни одну ФАТХУ не тянем. ТАЯССАРО. ТАЯССАРО. Далее стоит буква МИМ с КАСРАЙ. МИ. Далее стоит буква НУН с ФАТХАЙ. МИНА. ФАТХУ здесь не тянем. И тут же идем дальше. МИНАЛ КУРАН. Теперь при переходе к следующему слову МИНУИМ. ОЛИФ. ОЛИФ не надо произносить. Сверху подсказка есть. Буква ЛАМ произносится, так как над буквой ЛАМ стоит СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква КОФ, она лунная буква. Теперь букву ЛАМ СУКУН нам произносим мягко, во-первых. Во-вторых, язык тут же не надо убирать, чтобы не было МИНАЛ КУРАН. Далее стоит буква КОФ, она твердая с ДАММой. Далее стоит буква РАС СУКУН нам. Учитывая то, что буква РАС СУКУН нам, а передние ДАМА, букву РА произносим твердо. То есть МИНАЛ КУР. Далее стоит ХАМЗА. Там, где видим ХАМЗУ, просто произносим огласовку. В данном случае ФАТХУ произносим как мягкий язык А. Теперь здесь МИНАЛ КУРАННИ на самом деле, но мы имеем право останавливаться. При остановке у буквы НУН исчезнет КАСРА, появится СУКУН. В таком случае ФАТХУ над ХАМЗАЙ мы имеем право тянуть 4 раза, будет МАД-АРИД. То есть МИНАЛ КУРАНН. Но если вы решили не останавливаться, дорогие друзья, тогда ФАТХУ над ХАМЗАЙ тянется всего в 2 шота, за счет Алифа без огласовок. Тут БУКУ НУН с КАСРАЙ произносите, КАСРУ не тянете, и тут же идете дальше. То есть МИНАЛ КУРАНИ АЛИМА АНН и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь продолжаем. Сейчас прочитаю сначала отсюда вот до этой остановки. АЛИМА АНСАЯКУНУ МИНКУМ МАРДА Здесь буква АИН. ГАРТАННОЯ С ФАТХАЙ и ФАТХУ произносим как ГАРТАННЫЙ ЗУК АА. ФАТХУ НЕТЯНИМ. Далее сайт БУКУ ЛАМ С КАСРАЙ, КАСРУ НЕТЯНИМ АЛИ. Далее сайт БУКУ МИМ С ФАТХАЙ и ФАТХУ опять же НЕТЯНИМ. Получается АЛИМА. АЛИМА. Далее сайт БУКУ АЛИВ С ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. ФАТХУ произносим как мягкий звук А. Далее сайт БУКУ НУН. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква син. Это правило ихфа. В данном случае букву нун произносим скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. Далее сайт-буква син, она мягкая с фатхой, са. Далее сайт-буква я с фатхой, фатху не тянем, са-я. Далее сайт-буква каф, она мягкая, с даму здесь тянем в два шота, за счет буквы и вау. Без огласовки, это ма-тоби-и. Далее сайт-буква нун с дамой, здесь даму не тянем и тут же идем дальше. Здесь даму, еще раз подчеркну, что здесь даму тянем в два шота, за счет буквы и вау. Без огласовки, это ма-тоби-и. А тут даму над буквой нун не тянем. Далее сайт-буква мим с косрой, ми. Далее сайт-буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква каф. В данном случае букву нун произносим скрыто, удерживая через нос. Это правило ихфа. Получается минг-кум. Далее сайт-буква каф, она мягкая, с дамой. Минг-ку. Далее сайт-буква мим. Здесь над буквой мим должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву мим здесь не надо читать четко. То есть здесь два слова, мин-кум и мар-до. Здесь не надо читать эти два слова раздельно. Не надо читать мин-кум, мар-до. Здесь встретились две буквы мим. Первая из них с сукуном, а вторая в данном случае с фатхой. Это правило идгам-миц-ляйн. Идгам-миц-ляйн. В данном случае первая буква мим сливается со второй буквой мим, за счет чего вторая буква мим удваивается, и эту букву мим произносим удерживая. То есть мин-кум-мар-до. Теперь после удвоенной буквы мим стоит буква ра сукуном. Учитывая то, что буква ра сукуном, а перед ней фатха, буква ра произносим твердо. То есть мар-мар. Далее стоит буква додд. Додд. Она твердая. Фатха приобретает оттенок о. Эту же фатху тянем в два шота. За счет алифа максуры. За счет подсказки прямой палочки. Это мат-таби-и. Получается мин-кум-мар-до-ва-а-хоруна. Далее стоит буква вау. Как всегда букву вау произносим правильно, то есть мягко. В данном случае фатху не тянем. Уа-уа-ва-а-хоруна. Далее стоит хамза. Там, где видим хамзу, просто произносим огласовку. В данном случае фатху произносим как мягкий звук. А эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовки. Это мат-таби-и. Получается ва-а-хоруна. Далее стоит буква ха. Хриплая. Она твердая. Фатха приобретает оттенок о. То есть ва-а-хо. Далее стоит буква ра. Буква ра произносим твердо, так как над буквой ра стоит огласовка дамма. Даму тянем в два шота за счет буки вау без огласовки. Это мат-таби-и. Далее стоит буква нун с фатхой. Здесь фатху не тянем. И тут же идем дальше. Ва-а-хоруна-яб-рибуна. Далее стоит буква я с фатхой. Далее стоит буква додд. Она твердая с суконом. Получается яб-яб. Далее стоит буква ра с касрой. Здесь буква ра произносим мягко, так как у нее огласовка касра. Касру здесь не тянем. Я-д-ри. Не я-д-ри-буна, а я-д-ри. Далее стоит буква ба с дамма. Здесь даму тянем в два шота за счет буки вау без огласовки. Это мат-таби-и. Я-д-ри-бу. Далее стоит буква нун с фатхой. Фатху здесь не тянем. И тут же идем дальше. Я-д-ри-буна-фил-арды. Далее стоит буква фа с касрой. Теперь здесь на самом деле касру мы должны были бы тянуть за счет буки я без огласовок. И было бы мат-таби-и. То есть фи. Но так как мы переходим к следующему слову. Здесь, дорогие друзья, касру под буквой фа мы не тянем. Надо читать фил-арды. Фил-арды. Теперь при переходе минуем. Алиф, алиф не надо произносить. Сверху подсказка есть. Здесь буква лам произносится так, как над буквой лам саид сукун. Это говорит о том, что в данном случае следующая буква, то есть буква алиф с хамзой, это лунная буква. Надо читать фил-арды. Здесь букву лам сукуном произносим мягко. Язык тут же не надо убирать, чтобы не было фил-арды. Не фил-арды, а фил-арды. Теперь, далее сайт алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее сайт буква ра с сукуном. Учитывая то, что буква ра с сукуном, а передняя фатха, буква ра произносим твердо. То есть фил-ар. Далее сайт буква бодд. Бодд, она твердая с касрой. Касра приобретает легкий оттенок и. Эту касру не тянем и идем дальше. Фил-арды-яб-тагуна. Далее сайт буква я с фатхой. Я. Далее сайт буква ба с сукуном. Здесь правило калкала. Так как над буквой ба стоит сукун. В данном случае букву ба надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву ба, как только букву ба произносим, губы сразу же открываем. Получается яб. Яб. Далее сайт буква та мягкая с фатхой. Яб-та. Далее сайт буква гайна. Твердая с дамой. Даму тянем в два шота за шотбуки. Вау, без огласовки. Это мат-таби-и. То есть яб-та-гу. Далее сайт буква нун с фатхой. Здесь с фатху не тянем. И тут же идем дальше. Яб-та-гуна мин фадли-лахи. Далее сайт буква мим с касрой. Ми. Далее сайт буква нун. Здесь должен быть сукун. Но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква фа. В данном случае букву нун произносим скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Мин фадли-лахи. Далее сайт буква фа с фатхой. Фа. Далее сайт буква додд. Твердая с сукуном. Получается фад. Фад. Далее сайт буква лям с касрой. Касру не тянем. Фад-ли. И тут же переходим к следующему слову. Фад-ли-лахи. Теперь при переходе минуем. Алиф не надо произносить сверху. Подсказка есть. Здесь буква лям в слове Аллах произносится мягко, так как перед именем Аллах стоит огласовка касра. Фад-ли-лахи. Теперь фатха над буквой лям приобретает оттенок я. И эту же фатху тянем в два шота. Это мат-таби-и. Фад-ли-лахи. Здесь буква ха. Она мягко и на выдохе произносится. Касру здесь не тянем. И тут же идем дальше. Мин-фад-ли-ла-хи-ва-а-харуна. Далее стоит буква вау. Как всегда, букву вау произносим правильно, то есть мягко. В данном случае фатху не тянем. Ва. Далее стоит хамза. Там, где видим хамзу, просто произносим огласовку. В данном случае фатху произносим как мягкий звук а. Эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовки. Это мат-таби-и. Ва-а. Далее стоит буква ха. Хриплая с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. То есть ва-а-хо. Далее стоит буква ра с даммой. Здесь буква ра произносим твердо. Даму тянем в два шота за счет буки вау без огласовки. Это мат-таби-и. Ва-а-хару. Далее стоит буква нун с фатхой. Здесь фатху не тянем. И тут же идем дальше. Ва-а-хару-на-ю-ка-ти-луна. Далее стоит буква я с даммой. Ю. Далее стоит буква каф твердо из фатха. И фатха приобретает легкий оттенок о. Эту же фатху тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки. Это мат-таби-и. То есть ю-ка. Далее стоит буква та с ка-срой. Ка-сру здесь не тянем. Ю-ка-ти. Далее стоит буква лям с даммой. Далее дамма приобретает оттенок ю. Эту же дамму тянем в два шота за счет буквы вау. Без огласовки это мат-таби-и. То есть ю-ка-ти-лу. Не ю-ка-ти-лу, а ю-ка-ти-лу-на. Далее стоит буква нун с фатхой. Здесь фатху не тянем. И тут же идем дальше. Ю-ка-ти-лу-на-фи. Здесь теперь буква фа с фатхой. Здесь с ка-срой тянем в два шота. Это мат-таби-и. Здесь вот напоминаю, что здесь мы не тянули ка-сру. Почему? Потому что мы переходили к следующему слову. А тут мы не переходим к следующему слову. Здесь переходили, потому что следующее слово начиналось на определенный артикль аль. То есть на алиф и лам. А тут определенного артикля аль нет. Поэтому мы не переходим. Соответственно тут ка-сру под буквой фа тянем в два шота. За счет буквы я без огласовки. Это мат-таби-и. Получается, ю-ка-ти-лу-на-фи-саби-ли-л-ла-хи. Далее следующее буква син. Она мягкая с фатхой. Фатху не тянем. Са. Далее следующее буква ба с ка-срой. Ка-сру тянем в два шота. За счет буквы я без огласовки. Это мат-таби-и. Саби. Далее следующее буква лам с ка-срой. Саби-ли. И тут же переходим к следующему слову. Саби-ли-л-ла. Теперь при переходе минуем. Алиф. Алиф не надо произносить сверху. Подсказка есть. В слове Аллах, буква лам произносим мягко. Фатха приобретает оттенок я. Теперь здесь саби-ли-л-ла-хи на самом деле. Но при остановке у буквы х исчезнет ка-сра. Появится сукун. В таком случае фатху над буквой лам. Мы имеем право тянуть четыре раза. Будет мад-а-рид. То есть саби-ли-л-ла-хи. Но если вы решили не останавливаться, тогда фатху над буквой лам в слове Аллах тянете всего в два шота. Это будет мад-а-би-и. Тут букву х с ка-срой произносите. Ка-сру не тянете. И тут же идет и дальше. То есть фи-саби-ли-л-ла-хи фа-кура-у. И так далее. Но лучше останавливаться. Теперь прочитаю вот до остановки. Здесь буква фа с фатха и фатху не тянем. И тут же идем дальше. Теперь при переходе сюда минуем. Олив, олив не надо произносить. Сверху подсказка есть. Здесь буква ков с сукуном. Это правило калькала. В данном случае букву ков надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву ков, как только ков произносим, язык тут же убираем. Получается фа-ку. Далее стоит буква ра. Буква ра произносим твердо, так как над буквой ра стоит огласовка фатха. Фатха приобретает легкий оттенок о. То есть фа-ку-ра. Далее стоит хамза. Там, где видим хамзу, просто произносим огласовку. В данном случае даму произносим как мягкий язык у. И эту же даму тянем в два шутка за шутбуки вау. Без огласовки там от таби-и. Над оливом стоит такой значок. Этот значок говорит о том, что буква алиф нужна только для правописания. Букву алиф здесь не произносим. Надо читать. Факура-у Факура-у Ма Далее сайт-букой мим с фатхой Фатху тянем в два шоу-то за счет алифа без огласовки Это ма-тоби-и Ма Далее сайт-букой та Она мягкая с фатхой Та Далее сайт-букой я с фатхой Тайя Далее сайт-букой син Она удваивается с фатхой Тайясся Далее сайт-букой ро с фатхой Фатха приобретает оттенок о Четыре фатхи идут подряд Ни одну фатху здесь не тянем Тайясся-ро-мин Далее сайт-букой мим с касрой Ми Далее сайт-букой нун с суккуном Наличие суккуна над буквой нун Уже говорит о том, что буквой нун Надо произносить четко Вот здесь, например, над буквой нун Суккун убирали Убрали Я говорил, что тем самым дают подсказку Что буквой нун не надо произносить четко Здесь смотрим на следующую букву Это буква фа Это правило ихфа, я вам сказал А тут над буквой нун уже суккун стоит Это уже говорит о том, что буквой нун Надо произносить четко Смотрим на следующую букву, это буква х, это правило изгар. Получается минх. Теперь при остановке у буквы х исчезнет дамма, появится сукун. Минх. Но если вы решили не останавливаться, тогда букву х с даммой произносите, дамму не тяните и тут же идете дальше. То есть минхуа аки муссолаты и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь прочитаю вот до этой остановки. Теперь, здесь буква Вау. Как всегда, букву Вау произносим правильно, то есть мягко. В данном случае, Фатху над буквой Вау не тянем. Ва. Дальше, это буква Алиф, Хамз и Фатха. И Фатху произносим как мягкий звук А. Ва-А. Фатху эту не тянем. Ва-А-КИ. Здесь буква КОФ, она твердая. Касру под буквой КОФ тянем в два шота. За счет буквы Я без огласовки, это МАТТОБИИ. Ва-А-КИ. Дальше, это буква МИМ с ДАММой. Здесь теперь ДАММу, по идее, мы должны были бы тянуть за счет буквы Вау без огласовки и было бы МАТТОБИИ. То есть, Ва-А-КИМУ. Но так как мы переходим к следующему слову, здесь ДАММу над буквой МИМ не тянем. Ва-А-КИМУС-СОЛАТА. Теперь здесь буква, над буквой АЛИФ такой значок стоит. Это говорит о том, что буква АЛИФ в данном случае, она нужна только для правописания, как вот в этом случае. То есть, букву АЛИФ не произносим. Ва-А-КИМУС-СОЛАТА. Теперь при переходе получается, эту букву АЛИФ минуем. Эту букву АЛИФ тоже минуем, потому что сверху подсказка есть. Здесь буква ЛАМ тоже не произносится, так как над буквой ЛАМ не стоит СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква СОД, она солнечная буква. Теперь буква СОД удваивается за счет того, что здесь мы букву ЛАМ не произносим. Буква СОД, она твердая. ФАТХА приобретает легкий оттенок О. То есть, ва-А-КИМУС-СО, не САЛАТА, а САЛАТА. Далее следующее буква ЛАМ с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я. Эту ФАТХУ тянем в два шута за счет подсказки прямой палочки. Это МАТТОБИИ. Буква В здесь не произносится. Ва-А-КИМУС-СОЛАТА. Далее следующее буква ТАМАР БУТА с ФАТХА, и здесь ФАТХУ не тянем, и тут же идем дальше. Ва-А-КИМУС-СОЛАТА, ва-А-ТУ-С-ЗАКАТА. Далее следующее буква ВАУ. Как всегда, букву ВАУ произносим правильно, то есть мягко. ФАТХУ не тянем. Ва. Далее следующее ХАМЗА. Там, где видим ХАМЗУ, просто произносим огласовку. В данном случае ФАТХУ тянем в два шута за счет Алифа без огласовки. Это МАТТОБИИ. Ва-А-А. Далее следующее буква ТА с ДАММой. Теперь здесь ДАММу надо было бы тянуть за счет буквы ВАУ без огласовки и было бы МАТТОБИИ, то есть АТУ. Но здесь ДАММу уже не тянем, как в этом случае. Не тянем, потому что мы переходим к следующему слову. Надо читать ВА-А-ТУ-С-ЗАКАТА. Теперь здесь опять же буква Алиф. Этот значок говорит о том, что буква Алиф, она нужна для правописания. Теперь при переходе МИНУЕМ, Алиф, Алиф не надо произносить, сверху подсказка есть. Буква ЛАМ тоже не произносится, так как над буквой ЛАМ не стоит ЦУКУН. И это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква ЗА, она солнечная буква. Теперь буква ЗА удваивается за счет того, что мы здесь букву ЛАМ не произносим. ВА-А-ТУ-ЗА. Эта буква ЗА, она обычная, не межзубная. ФАТХУ здесь не тянем. ВА-А-ТУ-ЗА-КА. Далее следует буква КАФ, она мягкая. ФАТХА приобретает легкий оттенок Я. Эту ФАТХУ тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки. Это МАТ-ТОБИИ. ВА-А-ТУ-ЗА-КА-ТА. Буква ВА здесь не произносится. ВА-А-ТУ-ЗА-КА-ТА. Здесь буква ТА, там арбута с ФАТХА. И ФАТХУ здесь не тянем и идем дальше. ВА-А-ТУ-ЗА-КА-ТА. ВА-А-ТУ-ЗА-КА-ТА. Далее следует буква ВАУ. Буква ВАУ как всегда произносим правильно, то есть мягко. ВА-ТУ-ЗА-ТУ-ЗА-ТА. ФАТХУ в данном случае не тянем. ВА-А-ТУ-ЗА-ТУ-ЗА-ТУ-ЗА-ТА. Далее следует Алиф с Хамзой и ФАТХА. И ФАТХУ произносим как мягкий звук А. Далее следует буква КАФ с СУКУНАМ. Это правило КОЛ-КОЛА. В данном случае букву КАФ надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву КАФ, как только КОФ произносим, скажем так, язык тут же убираем. Получается ВА-АКУ. Далее следует буква РА с КАСРА. И букву РА произносим мягко. КАСРА здесь не тянем. ВА-АКУ РУ. Далее следует буква БОДД. БОДДДА она твердая. Здесь теперь Даму по идее надо было бы тянуть за шот буквы ВАУ без огласовок, это было бы МАТ-ТОБИИ. То есть ВА-АКУ РИ-ДУ. Надо было бы тянуть в два шута. Но здесь не тянем, дорогие друзья. Не тянем, как вот в этом случае не тянули, в этом случае не тянули. Здесь тоже не тянем. Почему? Опять же мы, потому что переходим к следующему слову. Здесь буква алиф, опять же этот значок говорит о том, что буква алиф, она нужна только для правописания. То есть, буква алиф не произносим. Здесь при переходе минуем эту букву алиф. Здесь подсказка есть. В слове Аллах, букву лам произносим твердо, так как перед именем Аллах стоит огласовка дамма. В слове Аллах, фатху над буквой лам тянем в два шута, это мактаби'и. Далее стоит буква ха, она мягкая на выдох произносится. Здесь фатху не тянем и тут же идем дальше. Далее стоит буква каф, она твердая с фатха, и фатха приобретает оттенок о, то есть ка. Далее стоит буква ра с укуном. Теперь учитывая то, что буква ра с укуном, а передняя фатха, буква ра произносим твердо, то есть кар. Далее стоит буква дад, она твердая с танвином фатха. Здесь фатха приобретает легкий оттенок о, и танвин произносим четко, потому что края танвина ровные. И потому что следующая буква, это буква ха, это правило изгар, получается кордон, кордон хасана. Теперь далее стоит ха, буква ха, она гортанная, но не хриплая, не надо читать ха, надо читать ха, ха. Далее стоит буква син мягкая с фатхой, прошу прощения, получается хаса, хаса. Теперь здесь хасанан на самом деле, но при остановке одна фатха исчезнет, другая фатха останется. Эту фатху тянем в два шота за шота, алифа без огласовок, будет маттаби'и, то есть хасана, если мы остановимся. Мы здесь имеем право останавливаться, потому что знак остановки есть. Но если вы решили не останавливаться, дорогие друзья, тогда заметьте, здесь уже края танвина неровные, вот здесь кордон, края танвина ровные, а тут нет. Это говорит о том, что если вы решили здесь не останавливаться, тогда звук н в танвине превращается в букву вау, и букву вау произносим удерживая, это идгам с гунной. То есть если вы решили продолжить, не надо читать «кардон хасанан ва ма тукаддиму», надо читать «кардон хасанан ва ма». Но лучше останавливаться и читать «кардон хасанан». Теперь здесь читаю вот до этой остановки. Здесь букву вау, как всегда букву вау произносим, правильно, то есть мягко, в данном случае фатху не тянем, ва. Далее сеть букву мим с фатхой, здесь уже фатху тянем в два шота, за счет алифа без огласовки, это ма таби'и. Ва, ма, дали сеть букву та мягко, с дамой, даму не тянем, ту. Далее сеть букву коф, твердое с фатха, и фатха приобретает оттенок о, и тут фатху не тянем, тука. Далее сеть букву дали, она удваивается с касрой, касру не тянем, тукадди. Далее сеть букву мим с дамой, даму тянем в два шота за счет буквы вау, без огласовки, это ма таби'и. Буква алиф, опять же, не произносится. Это значок говорит о том, что буква алиф, она нужна только для правописания. И теперь хочу сказать, дорогие друзья, вот здесь мы даму не тянули, здесь не тянули, здесь не тянули. Почему? Потому что мы каждый раз переходили к следующему слову. А тут даму тянем, дорогие друзья, потому что мы к следующему слову не переходим. Ещё раз повторюсь, здесь даму тянем в два шота, это ма таби'и. Далее сеть букву лам с касрой, касру не тянем, ли. Далее сеть букву алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а, ли, а. Далее сеть букву нун, здесь должен быть сукун, но сукун убрали, и тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить чётко. Смотрим на следующую букву, это буква фа. В данном случае это правило ихфа, то есть это говорит о том, что букву нун надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что здесь не надо читать ли ангфуси кум мин. Здесь встретились две буквы мим. Первая из них сукун, вторая из них в данном случае с огласовкой касра. Это правило идгам мисляйн. То есть первая буква мим в таком случае сливается со второй буквой мим, за счёт чего вторая буква мим удваивается, и букву мим, эту вторую, произносим удерживая. Ещё раз повторюсь, это правило идгам мисляйн. Получается ли ангфуси кум мин. Теперь после удвоенной буквы мим стоит буква нун с сукуном. Наличие сукуна над буквой нун уже говорит о том, что букву нун надо произносить чётко. Смотрим на следующую букву, это буква х, это правило изгар. Получается ли ангфуси кум мин хой ринг. Далее следит буква х, она хриплая, фатха приобретает оттенок о, х. Далее следит буква я с сукуном, хой. Далее следит буква ра с танвином касра, то есть хой рин. Но края танвина неровные, это уже говорит о том, что танвин не надо произносить чётко. Смотрим на следующую букву, это буква та. В данном случае танвин произносим скрыто, удерживая через нос. Это правило ихфа. Получается хой ринг таджи дугу. Далее следит буква та, она мягкая с фатхой. Та, далее следит буква джим с касрой. Та джи, далее следит буква дал с дамой. Даму тянем в два шоута за шоутбукой вау, без огласовок. Это мотоби и. Та джи ду. Далее следит буква х, она мягкая на выдохе произносится. Даму здесь не тянем. Та джи ду ху ин дал лохи. Далее следит буква айна, она гортанная с касрой. Касру произносим как гортанный язык. И. Далее следит буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву «нун» не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква «даль», это правило «ихфа». В данном случае букву «нун» произносим скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. «Ин-дал-лохи». Даль стоит буква «даль» с фатхой «ин-да» и тут же переходим к следующему слову. Фатху над буквой «даль» не тянем. «Ин-дал-лохи». Теперь при переходе «минуем», алиф, алиф не надо произносить, сверху подсказка есть. Далее буква «лам» в слове «Аллах» произносится твердо, так как перед именем «Аллах» стоит огласовка «фатха». Фатху в имени «Аллах», в слове «Аллах» тянем в два шута, это «мат-таби'и». «Ин-дал-лохи». Далее стоит буква «ха», она мягкая на выдохе произносится. «Касру» здесь не тянем и идем дальше. «Ин-дал-лохи-хуа». Далее стоит буква «ха», опять же она мягкая, на выдохе произносится. «Даму» здесь не тянем. Далее стоит буква «вау», букву «вау» как всегда произносим правильно, то есть мягкая, фатху здесь не тянем. «Хуа». «Хуа хайрал». Далее стоит буква «ха», она хриплая с фатхой, фатха приобретает оттенок «о», то есть «ха». Далее стоит буква «я» с суконом, «хай». Далее стоит буква «ра» с танвином, фатха, то есть на самом деле «хайрон» должно быть. Но края Танвина неровные. Это уже говорит о том, что Танвин не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Вау. В данном случае звук Н в Танвине превратится в букву Вау. И букву Вау произносим удерживая. Это идгам с гунной. Получается хайрауа. Это идгам с гунной. Теперь букву Вау как всегда произносим правильно. То есть мягко. Фатху здесь не тянем. Далее сеть буква Алиф с Хамзой и Фатха. И Фатху произносим как мягкий звук А. Далее сеть буква Айн. Гартанная с укуном. Получается А. Далее сеть буква В. Она твердая. Фатха приобретает оттенок О. Далее сеть буква Мимс. Фатха. И Фатху здесь не тянем. И идем дальше. Ро. Далее сеть буква Алиф с Хамзой и Фатха. И Фатху произносим как мягкий звук А. Далее сеть буква Джим с с укуном. Это правило Калкала. В данном случае букву Джим надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву Джим, как только букву Джим произносим, язык, скажем так, тут же убираем. Получается Адж. Адж. Далее сеть буква Ро с Танвином Фатха. Но при остановке одна Фатха исчезнет. Другая Фатха останется. Эту Фатху тянем в два шота за счет Алифа безогласного. И Фатху тянем в два шота за счет Алифа. И эта Фатха приобретает оттенок О. Получается Адж. Но если вы решили не останавливаться, тогда звук Н в Танвине превратится в букву Вау. И букву Вау произносим. Удерживая будет Идгам с Гунной. То есть, Ва А'вама Аджрау. Вастагуфируллах. И так далее. Но лучше останавливаться и читать. Ва А'вама Аджрау. Теперь прочитаю вот до этой остановки. Вастагуфируллах. Здесь букву Вау как всегда произносим правильно. То есть, мягко. Ва. Фатху здесь не тянем. И тут же переходим сюда. Вас. Теперь при переходе минуем. Алиф. Алиф не надо произносить. Сверху подсказка есть. Здесь буква Син. Она мягкая. С Сукуном. Вас. Далее следует буква Та. Мягкая. С Фатхой. Васта. Далее следует буква Гайн. Твердая. С Сукуном. Вастаг. Далее следует буква Фа. С Касрой. Вастагфи. Далее следует буква Ра. С Дамой. По идее, Даму надо было бы тянуть в два шота за счет буква Вау без огласовок. И было бы Маттоби'и. То есть, Вастагфирул. Но здесь Даму не тянем. Потому что мы переходим к следующему слову. Опять же, над Алифом стоит такой значок. И этот значок говорит о том, что буква Алиф, она нужна только для правописания. Буква Алиф не произносится. Здесь читаем. Вастагфирул. Теперь буква Ла в слове Аллах произносится твердо, так как перед именем Аллаха это огласовка Дамма. И здесь на самом деле. Вастагфирул. Но при остановке у буквы Х исчезнет Фатха. Появится сукун. В таком случае, Фатху над буквой Ла, в слове Аллах, мы имеем право тянуть четыре раза. Будет Мад Ариб. То есть, Вастагфирул-Ла-Х. Но если вы решили не останавливаться, тогда Фатху над буквой Ла, в слове Аллах, тянете всего в два шота. Будет Маттоби'и. Тут букву Х с Фатхой произносите. Фатху не тянете и идете дальше. То есть, Вастагфирул-Ла-Х. И так далее. Но лучше останавливаться. И теперь последний. Здесь буква Алиф с Хамзой и Касрой. Касру произносим как мягкий звук И. Далее сеть буквой Нун. Она удваивается. Буквой Нун произносим удерживая. Фатху над буквой Нун не тянем. И тут же переходим к следующему слову. При переходе минуем. Алиф. Алиф не надо произносить. Сверху подсказка есть. В слове Аллах, Букв Лам произносим твердо. Так как перед именем Аллах стоит огласовка Фатха. Здесь в слове Аллах. Фатху над буквой Лам тянем в два шота. Это Маттоби'и. И. 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 Далее сеть буквой Гайна. Она твердая с Фатха. И Фатха приобретает оттенок О. То есть. Га. Га. Далее сеть буквой Фас. Дамой. Даму тянем в два шота. За счет буквы И. Вау. Без огласовок. Это Маттоби'и. Га. Фу. Далее сеть буквой Ра с Танвином Дама. То есть. Га. Фу. Рун. Должно быть на самом деле. Но. Когда две дамы стоят одинаковые. Это говорит о том, что Танвин не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Ра. Ра. Это правило Идгам безгунный. То есть. В данном случае звук Н в Танвине превратится в букву Ра. За счет чего букву Ра удваивается. И. Здесь. Буква Ра с Фатха. И Фатха приобретает оттенок О. Га. Фу. Ру. Ра. Это Идгам безгунный. Га. Фу. Ру. Ра. Хим. Теперь. Далее сеть буквой Ха. Ха. Гартанная. Но не хриплая. Не хриплая. То есть. Не надо читать Ра. Хигим. А читаем Ра. Хим. Теперь. На самом деле. Ра. Хим. Мун. Должно быть. Но. При остановке. У буквы Мин. Исчезнет. Танвин. Фатха. Танвин. Дамма. Прошу прощения. Ун. Исчезнет. Появится Сугун. В таком случае. Касру. Под буквой Ха. Мы имеем право тянуть. Четыре раза. Будет. Мад. А. Рид. Если вы решили не останавливаться. Дорогие друзья. Теперь. Вот. Что значит эта буква Мин. Если вы решили не останавливаться. Здесь. На самом деле. Ра. Хим. Мун. Должно быть. То есть. Две даммы. Если вы решили не останавливаться. А. Продолжить. Вы должны. Суру. Аль. Муддафир. Начать. Читать. Со слов. Бисмиллахи. Рахмани. Рахим. Теперь. Учитывая то. Что после Танвина. Стоит буква Ба. Это правило Иклаба. Звук Эн. Эн. Превратится в букву Мим. В Эм. Поэтому ставят букву Мим. Как подсказка. Что. Если вы решили продолжить. Надо читать. Гафурурурухи. Мун. Бисмиллахи. Если вы решили продолжить. Касру. Под буквой Ха. Тянете всего в два шота. За счет буквы Я. Без огласовок. Будет. Маттуби. Тут. Рахим. Мун. Читаете букву Мим. Произносите. Удерживая. Рахим. Мун. Бисмиллахи. Рахман. Рахим. Вот так. Но лучше останавливаться. И читать. И читать. Гафурурурухи. Я надеюсь. Что с правилами. Все здесь понятно. Теперь. Дорогие друзья. Вот. До каждой остановки. По три раза. Прочитаю. И в самом конце. Один раз. Этот же аят. 20 аят. Прочитаю. Иншاء Аллах. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Анна. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Сейчас. Я надеюсь. Я надеюсь. Аллаху. Я надеюсь. Аллаху. Я надеюсь. Аллаху. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас третий раз сделаю вынужденную остановку, вынужденную паузу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok